Сумасшедшая, беженая, кровавая муть, что это? Смерть или селенье коллегам? Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Я три дня и три ночи искал ваш умёт, тучи с севера сыпались каменной грудой. Слава ему! Пусть он даже не Пётр, но черн его любит за буйство и удаль. Я три дня и три ночи блуждал по тропам, солонцы рыл глазами удачу, ветер в волосы мои, как солому трепал и цепами дождя обмолачивал. Но злобленное сердце никогда не заблудится, эту голову ушей шибить нелегко. Оренбургская заря, просто горбой верблюдицей рассветная, родила мне в рот молоко и холодная. Корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к воспалённым векам. Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Кто ты, кто? Мы не знаем тебя. Что тебе нужно в нашем лагере? Почему глаза твои, как два цепных кобеля, беспокойно ворочаются в солёной влаге? Что ты пришёл ему сообщить? Злой ль? Добрый ль светится из пасти вспурга. Прорубились ли в Азию бунтовщики? Или как зайцы бегут из Оренбурга? Где он? Где? Неужели его нет? Тяжелее, чем камень, я нёс свою душу. Ах, давно знать, забыли в этой стране про отчаянного негодяя и жулика-хлопуша смейся человек. В ваш хмурый стан посылаются замечательные разведчики. Был я каторжник и арестант, был убийца и фальшивый монетчик, но рано ль познали. Расставляет расплата капканы терней. Заковали в колодки и вырвали ноздри сыну-крестьянина Тверской губернии. Десять лет! Понимаешь ли ты? Десять лет! То острожничал я, то продяжил. Это тёплое мясо носил скелет на обрывку, как пух лебяжий. Чёрт ль с того, что хотелось мне жить, что жестокостью сердца устало хмурится, дорогой мой. Для помещика мужик всё равно, что овца, что курица. Ежедневно молясь на царе жёлтый горб, кандалы я сосал голубыми руками. Вдруг три ночи назад губернатор Рейнсдорб, как сорвавшийся лист, Влетел ко мне в камеру, слушай, кадршник, вот так он сказал, лишь тебе одному. Поверю я, там в ковыльных просторах ревёт гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то мошенник, пройдох и вор, вздумал взрыбить Россию ордой крабителей, И дворянские головы сечёт топор, как берёзовые купола. В лесной обители ты, конечно, сумеешь всадить в него нож. Так он сказал, так он сказал мне, и за эту услугу ты свободу найдёшь. А в карманах зазвякает серебро, а не камни. Уж три ночи, три ночи, пробираясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека.